Здравствуйте, уважаемые ученики школы видеоблогеров. У нас хорошие новости, замечательные новости. На ютубе изменились системы предупреждений, соответственно система страйков на ютубе изменена, и 25 февраля этого года она вступает в силу. То есть система обновлена полностью и уже получается, вы, мы вместе с вами будем получать предупреждения и обо всем том, как она изменилась и как с ней взаимодействовать. Я расскажу буквально через пару секунд. Итак, вы на канале бесплатная школа видеоблогеров, где мы делимся с вами советами, новостями и показываем практическое применение тех или иных нововведений от ютуб. И соответственно, ютуб официально объявил в новости сегодня, да, вчера о том, что они официально объявили о том, что система предупреждений обновлена и нарушение страйки, соответственно, будут работать несколько иначе. В чем это заключается, да? Заключается в том, что уже сейчас ютуб не будет сразу получать, там, посылать вам страйк, а будет посылать предупреждение, где будет говорить, что именно вы нарушили и что непременно вам необходимо удалить либо изменить. Да? И дальше уже будет постепенно эта система, как это принято в цивилизованном мире. Сначала вас предупреждают, если вы неоднократно нарушаете уже спустя какое-то время после предупреждений или повторно, то к вам будут применены опять какие-то санкции и опять и опять. Здесь опять же при помощи, если к вам будет применена какая-то мера, то поначалу вы не сможете заливать на канал целую неделю новое видео, потом, если через девяносто дней у вас это предупреждение проходит, если вы спустя в любой период вы опять нарушаете правила, то опять уже приходит к двухнедельному блокированию возможности заливки или какого-то контента на ваш канал, а уже третья блокировка, третий страйк приводит к удалению либо блокированию вашего канала. В принципе, что предлагает YouTube очень и очень грамотно. Почему? Вам покажут и расскажут, что именно вы нарушили, в каком месте и где это надо удалить, в какой срок. И вам дадут время на удаление. Причем вам предупредят о том, что вы поняли и укажут именно, что нарушено, что удалить, и для того, чтобы вы не повторяли. Потому что YouTube грамотно подошел, он поговорил с большим количеством блогеров, он поговорил с большим количеством ютуберов и спросил у них о болях. И, наверное, боль самое, что приходило письмо, письмо счастья, да, или там страйк и не объяснялось, что конкретно YouTube имеет под нарушением принципов сообщества. Они переделали и дали последовательную систему, да, как вот здесь очень хорошая инфографика, да, то сначала вы получаете там в листок предупреждения, потом желтую карточку, если не был, то есть сначала получается предупреждение, потом получаете желтую карточку, оранжевую карточку и красную, то есть удаление вашего канала. В принципе, все логично, это та же самая система страйков, но здесь она будет более продвинута и я, и вы, уважаемые читатели, зрители и почитатели нашей школы видеоблогеров, должны быть рады, потому что таким простым элементарным способом YouTube учит нас, как правильно работать, какой контент нужен, какой не нужен и на что обратить внимание. То есть этот формат решает вопрос пограничного контента, потому что для нас с вами всегда было интересно о том, что YouTube имеет в виду под пограничным контентом и сегодня уже начиная с 25 февраля все каналы будут получать одноразовое предупреждение при первой публикации контента, который пересекает черту без штрафов за их канал, за исключением удаления. То есть если вы залили контент какой-то, вас предупредили, вы обязаны его немедленно удалить. В противном случае, если вы проигнорировали сообщение YouTube, сообщение сообщества, то, скорее всего, вы уже будете получать довольно серьезные штрафы и вплоть до удаления вашего канала. Задавайте вопросы под этим видео, давайте вместе обсуждать. Большое спасибо за внимание. Приходите к нам в школу, в бесплатную школу видеоблогеров. Ждем вас. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова